говорят не повезет если черный кот дорогу перейдет а пока наоборот ту 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 только черному коту и не везет привет дорогой друг сегодня поговорим о том как на нас влияют всевозможные приметы потому что на мой взгляд люди очень сильно заморачиваются теми вещами которые которыми заворачивать заморачиваться заворачиваться заморачиваться заморачиваться не стоит сегодня хочу очень так основательно нашу утреннюю передачу утреннюю раскачку провести на тему всевозможных примет давай поговорим вот о чем давай поговорим о том как у нас складывается вера во всевозможные приметы чтобы у нас сложилась вера должно произойти несколько вещей кто-то должен должен нам сообщить об этой примете например вот напиши прямо в комментариях кто тебе рассказал о такой примете что если черная кошка или черный кот перебежит дорогу кстати большой вопрос черная кошка или черный кот если черный кот перебежит тебе дорогу то значит быть беде откуда ты об этом узнал то есть первый шаг тебе должен об этой примете кто-то сообщить причем этот кто-то кто тебе об этом сообщает он искренне верит в эту примету но если человек в это верит это еще не значит что нужно в это тоже верить это должен быть какой-то близкий друг может быть мама папа бабушка дедушка кто угодно кому ты доверял сообщает тебе о какой-то нехороший примете дальше вторым шагом чтобы ты начал верить в эту примету должно произойти какое-то событие которое ты свяжешь с этой приметой ну например с утра перебежала черная кошку кошка дорогу тебе кто-то сказал что черная кошка это книг не к добру а потом в школе ты получил двойку по какому-нибудь предмету и ты делаешь такую причинно-следственное связывание в нлп это называется то есть ты увязываешь одно событие с другим событием причем увязываешь его только ты это абсолютно хаотичные свободные события которые между собой на самом деле не связаны почему я сегодня об этом говорю потому что сегодня ты будешь вместе со мной создавать свои полезные приметы которые будут указывать тебе на хорошие события или допустим вот есть еще такая примета которая звучит так возвращаться плохая примета кто сказал что возвращаться плохая примета откуда это берется и что происходит да опять два шага первый шаг кто-то кому-то доверяешь говорит тебе о том что возвращаться это плохая примета и потом происходит какое-то событие которое ты увязываешь сам опять делаешь причинно-следственное связывание с тем что что-то произошло может быть не самое позитивное ну не знаю шел ты там подскользнулся не знаю в аварию попал еще что-то и таким образом ты начинаешь увязывать вот эти вещи и начинаешь в них верить а верить в них нет никакого большого смысла потому что это все неправда можешь забрасывать меня помидорами но эти все вещи они не работают они работают только по двум причинам потому что ты в них веришь и в этом видео я буду стараться донести до тебя одну простую мысль что любую причину любую примету ты можешь себе создать сам причем примету позитивную смотри чем больше ты видишь каких-то подтверждений тому что что-то случилось благодаря чему-то тем крепче становится твоя вера ты прям вот начинаешь основательно 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 в это верить и как этот механизм работает я повторюсь еще раз ты услышал примету потом когда ты засомневался может это действительно так ты начинаешь искать тому подтверждение если тебя кто-то научил что если кошка вдруг перебежала дорогу и это книг добру то ты начинаешь фокусироваться на всех негативных обстоятельствах которые происходят с тобой в этот день как минимум в этот день или если там вернулся что-то забыл хотя на самом деле вот есть такая еще одна примета что когда ты что-то забыл возвратился то нужно там то ли присесть то ли в зеркало посмотреть напиши кстати в комментариях как правильно если что-то забыл когда возвращаешься нужно присесть посидеть пять минут или посмотреться в зеркало на мой взгляд с точки зрения психологии это не такая уж и плохая примета потому что смотри если ты возвратился если ты что-то забыл и возвратился то скорее всего ты свое внимание было расфокусировано раз тебе удалось что-то забыть и раз тебе удалось что-то забыть вот это вот посидеть три минутки на диване подумать и вспомнить а вдруг чё еще забыл вот вот с этой целью это примета вот очень хорошо работает да я могу сказать что когда вернулся за какой-то забытой вещью домой это даже может быть даже и такая и позитивная примета но вот все вот эти мысли вирусы типа кошка перебежала дорогу либо возвращаться плохая примета либо еще приведи мне несколько примеров в комментариях какие еще есть деструктивные приметы в которые лучше просто перестать верить потому что они тебе дают установку фокусироваться на каких-то негативных сценариях а тот человек который ну допустим как ведет себя человек который верит в то что если перебежит черная кошка дорогу то будет неприятность утром ему перебегает кошка дорогу и он целый день ищет эти неприятности и он ищет эти неприятности и поверь ты мне он их находит можно сказать что он сам нарывается на эти неприятности потому что он ждет он ждет что с ним что-то обязательно случится и это не хорошо и неплохо но на мой взгляд это за этим наблюдать со стороны достаточно абсурдно и ну то есть это выглядит очень абсурдно и очень смешно когда человеку там перебежала кошка с утра и он сидит целый день и ждет что с ним что-то произойдет как ты считаешь вообще стоит ли верить в такие вещи потому что я уверен что мне сейчас здесь под этим видео будут писать комментарии что а вот я верю потому что не знаю кошка перебежала дорогу а это самое а в этот же день вечером я ногу сломал или там я не знаю есть еще такая примета что мол деньги после 6 часов вечера нельзя одолжать долги забирать вот ничего нельзя делать долгами да какая разница в какое время дня или ночи ты забираешь деньги вообще никак не связанные вещи как связано одно с другим никак если ты вечером забрал долг а после того как ты забрал долг не знаю тебя переехал паровоз то это скорее всего не примета это скорее всего что ты не знаю эти деньги потратил не по назначению там напился к примеру и это самое потерял бдительность да или много всяких случаев есть которые люди достаточно абсурдно связывают одно с другим и продолжают верить и ты знаешь я не не буду тебя убеждать что это смешно ну вот просто понаблюдай за этим просто понаблюдай а я хочу чтобы результатом этого видео вот наши утренние раскачки они выходят по вторникам в 9 утра каждую неделю и там есть одно упражнение и сейчас я не помню уже по моему 13 выпуск выходит вот тот выпуск который я сейчас снимаю и если ты будешь каждый вторник смотреть эти упражнения их будешь делать гарантирую тебе что твоя жизнь изменится давай теперь подумаем о том как можно создавать для себя позитивные приметы ты же можешь свободно переформулировать свою примету в которую ты веришь наоборот ну как это может звучать ну например если черная кошка перебежала дорогу то это наоборот хорошая примета ты можешь сделать себе установку так если мне перебежала сегодня черная кошка дорогу то сегодня я получу какую-то хорошую новость или если черная кошка перебежала мне сегодня дорогу то ближайшее время я начну найду новые возможности для заработка или если мне перебежала черная кошка дорогу я буду не знаю встречу приятного человека на своем пути ну и так далее и так далее и так далее и любую примету любую абсолютно примету ты можешь таким образом переформулировать в нлп это называется рефрейминг то есть ты меняешь рамку то есть ты говоришь если это случается то будет вот это и чтобы тебе было легче усомниться в тех приметах в которые ты веришь вот любую примету которую ты напишешь в комментарии любую примету в которую ты веришь ты можешь задать себе один простой вопрос а почему это не так и поискать потому что есть такие приметы которые у нас уже на уровне убеждений настолько сильно и глубоко укоренились в нашем подсознании что мы даже не смеем как будто их опровергать и ты можешь задать себе вопрос а почему это не так и каждый раз если ты встречаешься с какой-то приметой в которую ты веришь ты вот целый день начинает задавать себе вопрос утром кошка перебежала дорогу и целый день задал задавайся вопросом если ты говоришь перебежала кошка дорогу и там случится что-то нехорошее задавай себе целый день вопрос а почему это не так и таким образом ты будешь находить для себя ответы почему это не так черная кошка перебежала дорогу через несколько часов тебе позвонил хороший приятель сказал о я хочу тебе там денег не деньги отдать долг это уже хорошее опровержение там опровержение тому что человек хорошее опровержение тому что это примета не работает или там не знаю еще через несколько часов познакомился с классной девушкой и с классным мужчиной с классным человеком что-то хорошее произошло ребенок у кого-то родился и ты можешь чтобы себя разубедить опять же повторюсь эта работа на уровне убеждений задавай себе каждый день вопрос если ты понимаешь что ты под властью какой-то приметы то задавай себе вопрос почему это не так это прям тебе очень хорошо поможет и ты отвяжешься от всяких негативных неприятных привычек окей идем дальше а как же создать свою позитивную примету ну например у меня для тебя есть один очень хороший яркий пример того какую можно примету себе встраивать я например себя встраивал вот какую примету она звучит следующим образом если я с утра открыл глаза значит меня ждет невероятный продуктивный день и вот такого рода приметы ты можешь себе формулировать в бесконечном множестве если зачесалась правая нога то сегодня меня ждет повышение если зачесалась левая нога то сегодня я познакомлюсь с интересным человеком если зачесалась правая рука то сегодня меня ждет много денег если зачесалась левая рука то меня ждет еще больше денег если зачесалась ухо то То есть ты можешь брать любую примету, которая существует и переформулировать ее на свой счет и искать подтверждение этому позитивное. Если у меня сегодня пролилась вода из стакана, то сегодня меня ждет какая-то хорошая интересная новость позитивная. И продолжай искать на протяжении всего дня что-то новое, интересное, позитивное. Таким образом ты просто создашь себе невероятное количество позитивных примет, которые будут действовать на тебя позитивно и перестанешь верить во всякую ересь, которая к тебе прилипла, не знаю, со словами родителей, со словами того общества, в котором ты живешь. Поэтому я желаю тебе удачи на целую неделю, а еще лучше я желаю тебе удачи и успехов на всю жизнь. Возвращаться на мой канал это очень хорошая примета, а тот кто сегодня поставит лайк этому видео, того ждет невероятное счастье. До скорых встреч, увидимся в следующий вторник. Пока-пока.